Эта новостройка по улице Виноградная – одна из немногих, которая в этом году будет сдана в Сочи в эксплуатацию. Сейчас идет планировка и благоустройство прилегающей территории. Затем, как возводится высотка, пристально следит муниципалитет. В доме мэрия приобрела 55 квартир по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Мечты все-таки сбываются. Квартира, пусть и не такая большая, как хотелось, говорит Лариса Печенюк, но жить здесь можно будет не только не опасаясь за свою жизнь, но и с комфортом. Она – одна из тех, кому муниципалитет улучшает жилищные условия. О чем вы говорите? Или ходить в душ, который за домом находится, или вышел из комнаты и попал в душ. Или жить в доме, который скрипит и обсыпается, и обои прибиты плентусами, потому что они просто не держатся. Рассказ Ларисы Печенюк вот об этом доме номер 2 по улице Виноградной. Здесь она со своей семьей прожила с удобствами на улице 20 лет. Люди свой барак называют «наша развалюшка». Но в начале года отсюда переедет в благоустроенное жилье последняя семья. И аварийное строение снесут. Только за этот год в Сочи, под данным администрации города, свои ветхие дома навсегда покинули 132 семьи. Еще полсотни до конца года получат ключи от новых квартир. Надо уже в следующем году войти в такой ритм, что мы в течение года, а не в конце года решали эти задачи. Ну и, конечно, таким образом у нас еще сколько останется тех домов, бараков, которые необходимо переселить? Порядка 120 у нас домов еще остается. Это по процедуре госжилинспекция сейчас работает в отношении этого. То есть мы сейчас с жителями тоже проверяем, чтобы они реализовали свое право на восстановительные работы в отношении своих домов. То есть проводили собственную реконструкцию в доме. По данным муниципалитета, в следующем году свои жилищные условия улучшат более 300 сочинцев. Для этих целей город приобретет почти 100 квартир. Инга Габиши, телекомпания ФКТ.